Мои дорогие, и вы снова на моем канале. И я хочу, чтобы вы, посмотрев этот урок, нам все-таки задали, какие вопросы вас интересуют, что вам понятно, что вам не понятно, а от вас лайки приветствуются. Я очень прошу вас быть активными, потому что канал создается для того, чтобы вы получали информацию, информацию о наращивании. Я подозреваю, что здесь люди, которые интересуются этой темой, поэтому, пожалуйста, будьте активными и задавайте ваши вопросы, для того, чтобы вы понимали, какие темы нам раскрывать и что нам для вас снимать. Этот урок будет о том, как можно замерить биоленту. Наслаждайтесь просмотром, ставим лайки, колокольчики, подписывайтесь на наш канал, и я обещаю, что здесь будут раскрываться все темы, о которых вы будете меня просить. Ну что, приятного просмотра! В этом уроке я вам расскажу, как правильно делать замеры головы клиента. Чаще всего достаточно одной биоленты для полноценного наращивания, одной затылочной. Но иногда при наращивании одной затылочной биоленты недостаточно. В таком случае мы можем сделать две затылочные биоленты и две или четыре на височных зонах. Все зависит от запроса клиента. Допустим, к вам пришла клиентка, чтобы загустить свою длину. В таком случае нам достаточно сделать одну затылочную биоленты от ушка до ушка. Но если к вам пришел клиент с запросом на удлинение, то в таком случае мы будем делать одну затылочную биоленту и две височные. Также есть случаи, когда мы ставим две затылочные и две височные биоленты клиенту, которая захотела себе нарастить очень большую длину. И таким образом мы распределим нагрузку как на биоленты, так и на волосах у клиента. Итак, мы начинаем замер головы. Для этого нам понадобится обычная лента метр. Первым делом нам нужно найти вихор. Это то место, где начинается рост волос. И от него мы, как правило, отступаем три или четыре пальчика. Вот примерно на этом месте у нас и будет стоять наша биолента. Закалываем макушечку, чтобы наши замеры были максимально точными. Если у нас загущение, и нам нужно сделать только одну затылочную биоленту, то мы обязательно должны померить от начала ушка до начала ушка. Очень внимательно нужно здесь мерить так, чтобы ленточка стояла одинаково с двух сторон. И вот мы получаем затылочную биоленту 27 сантиметров. Если у нас наращивание на удлинение, то в таком случае мы будем делать и височные биоленты. Соответственно, начинаем мерить затылочную мы примерно вот здесь за ушком. И получается 19 сантиметров. Далее мы приступаем к замерам височных биолент. Как правило, они в среднем 6-8 сантиметров. Обязательно нужно учитывать густоту волос на висках и краевые линии. Краевые линии, от которых мы должны отступить 2-3 пальчика. Височные биоленты мы, как правило, ставим чуть выше, чем затылочные. А иногда даже и внахлёст. Прежде чем замерить височные биоленты, мы должны обязательно понимать, что здесь волос должно быть достаточно для того, чтобы положить несколько слоев волос на биоленту. Примерно на 3 пальчика. Также мы должны учитывать запросы клиента, потому что некоторые клиенты просят поставить биоленту максимально близко к лицу. Вот наше ушко. Вот здесь стоит наша затылочная биолента. Соответственно, височные будут чуть-чуть внахлёст. Вот как раз 8 сантиметров. Так как мы асимметричны, и у человека может быть разная густота волос на висках, то длина височных биолент и их количество может быть разной. В наращивании методом биолента, как и в любом другом наращивании, всё индивидуально. Не забывайте учитывать пожелания клиента, а также особенности его волос и анатомическое строение головы. Мы с вами подобрали волосы, сняли мерки, и теперь можем приступить к изучению следующего урока, где я расскажу вам, как подготовить донорские волосы к клиентированию. Субтитры создавал DimaTorzok